Всем привет! Мы продолжаем наш курс французский язык для начинающих, и сегодня у нас девятый урок. План урока у вас на экране. Среди прочего поговорим о том, как используется выделительный оборот «сэ-ки» и о том, с какой интонацией он произносится. Также поговорим об интонации перечисления. В грамматике поговорим об определенных артиклях «лё» и «ля». Рассмотрим указательные прилагательные и использование слова «ту». Начинаем, конечно, с фонетики, и в первом упражнении мы будем сопоставлять задний звук «у» с передним «и». Давайте произнесем вместе. Зу «зи» Шу «шу» Шу «ши» Жу «жи» Ку «ки» Гу «ги» Му «ми» И второе упражнение. Здесь мы будем сопоставлять долгий задний «у» с долгим передним «э». Также вспоминаем, что звук «у» является закрытым, огубленным, а звук «э» является полуоткрытым, огубленным. То есть, после произнесения вот этого слога, ваша челюсть должна опуститься для произнесения гласной вот в этом слоге. Давайте произнесем вместе. Пур Пэр Бур Бэр Фур Фэр Вур Вэр Фур 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 Переходим к правилам чтения. Сегодня будет только одно очень простое правило, которое гласит, что буква «х» на конце слов не произносится. Давайте посмотрим это на примере данных слов. Прочитаем вместе. Бижу. Напоминаю, что сочетание букв «о» и «ю» читается как «у». Бижу. При. Ту. Ду. ЖУЖУ. Переходим к тексту. Как всегда, читаем по предложениям вместе. Сначала читаю я, делаю паузу, вы повторяете. Начинаем. С ЭЛЮ ША ДО МАДАМ ЛАТУР. Это кот Мадам Латур. ИЛЬ САПЕЛЬ МИСТИГРИ. ЕГО ЗОВУТ МИСТИГРИ. ИЛИ ТУГРИ. ЕГО ЗОВУТ МИСТИГРИ. ЕГО ЗОВУТ МИСТИГРИ. ЕГО ЗОВУТ МАДАМ ЛАТУ. СА ПЦИТЬ КРЮШЬ ВЕРТ. ЕГО ЗОВУТ МИСТИГРИ. ЕГО ЗОВУТ МИСТИГРИ. ЕГО ЗОВУТ МИСТИГРИ. Стакан из хрусталя или хрустальный стакан Мадам Латур, ее маленький зеленый кувшин и красивую красную чашку ее сестры Сюзанны. В этом предложении мы сделали сцепление. Также мы сделали голосовое сцепление вот здесь. Хотя если у вас есть учебник leofranca.ru, вы можете увидеть, что в нем значок сцепления вот здесь не стоит. И если вы послушаете запись этого текста, то вы услышите, что французский диктор вот здесь сделал паузу. Он прочитал это предложение как И это связано с тем, что данный текст диктор читает очень медленно. Поэтому вот здесь он сделал паузу. Но вообще в естественной речи мы должны сделать здесь сцепление. Далее вот в этом длинном предложении мы перечисляем предметы, которые уничтожил Мистегри. Во французском языке в предложениях с перечислением используется особая интонация. Давайте о ней поговорим. Итак, в этом предложении мы перечисляем три предмета. Вот этот, le ver de cristal de madame Latour. Далее вот этот объект, sa petite cruche verte. И последний предмет, la belle tasse rouge de sa sœur Suzanne. Так вот, когда мы перечисляем какие-то предметы, то мы повышаем свою интонацию на последнем слоге каждого из перечисляемых предметов. То есть, например, в нашем случае мы повысим свою интонацию вот здесь. Latour. Затем мы интонацию снова опускаем перед началом следующего перечисляемого объекта. Затем на его последнем слоге снова интонацию повышаем. Но уже не опускаем перед последним перечисляемым предметом. То есть, здесь повысили, дальше на этой же высоте произносим последний предмет и на последнем слоге перед точкой интонацию опускаем. Показываем, что перечисление закончено. То есть, у нас получается вот такой рисунок. И мы читаем это предложение следующим образом. Теперь поговорим о лексике и грамматике. В первом предложении мы встречаем новое слово «ша», «кот», существительное мужского рода, о чем свидетельствует определенный артикль мужского рода «ль», который в этом предложении обусловлен притяжательной конструкцией «дэ мадам ля тур». Мы говорили, что когда существительное определено обладателем, оно сопровождается определенным артиклем. Напоминаю, что всю новую лексику текстов необходимо заучивать. Далее у нас новое слово «ту», которое в этом предложении является наречием и переводится как «весь, полностью серый». Слово «ту» довольно коварное. Оно может быть наречием, прилагательным и местоимением. И чтобы правильно его использовать, необходимо понимать, в каком контексте, какой частью речи оно является. В этом предложении это наречие, потому что оно модифицирует прилагательное. Сообщает дополнительную информацию о качестве предмета. Код серый. Насколько? В какой степени? Весь. Полностью. Мы еще вернемся к слову «ту» в нашей грамматической части. А теперь скажите мне, пожалуйста, вот в этом предложении слово «ту» является какой частью речи? Если вы сказали «местоимением», то вы абсолютно правы. Потому что по определению местоимение – это та часть речи, которая указывает на имена существительные, или на имена прилагательные, или на имена числительные, но напрямую их не называет. Здесь слово «ту» указывает на имена существительные. «Лё вер», «крушь», «тас». Оно на них указывает, то есть как бы встает на их место. Далее у нас два новых глагола. «Иль кур» – «он бегает», «он бежит». «Иль кяс» – «он разбивает», «ломает». Глагол «курир» в инфинитиве относится к глаголам третьей группы. Глагол «кассе» в инфинитиве является глаголом первой группы. Можете зайти на сайт wordreference.com, посмотреть, как спрягаются эти глаголы в единственном числе настоящего времени. Далее у нас идет целый ряд новой лексики. «Le ver de cristal» – это хрустальный стакан или хрустальный бокал. Далее слово «cruche», которое переводится как «кувшин». Обратите внимание, что во французском это существительное женского рода. Поэтому мы говорим «ça», «петит», «cruche». И далее новое прилагательное «verd», который тоже стоит в женском роде. Мужская форма «зеленый» пишется без конечной «э» и произносится как «verd». «verd» – «зеленый», «verd» – «зеленая». Еще одно новое слово «tas» – «чашка» – женского рода. Теперь давайте, как всегда, повторим данный отрывок за мной, ориентируясь только на слух. Я читаю предложение, делаю паузу, вы повторяете, не подглядывая в текст. Итак, начинаем. «C'est le chat de madame la tour». «Il s'appelle Mestigri». Следующее предложение прочитаем по частям. Первая часть оканчивается после слова «tu». Он такжеか в этот унимирует. Продолжаем. Кот бегает под столом, на столе, на окне. Ну, по всей видимости, на подоконнике. Мадам Латур зовет кота. Мистегри, прекрати, говорит мадам Латур. В первом предложении у нас снова перечисление. Обратите внимание на глагол апель. Она зовет, глагол первой группы. Ранее мы видели глагол иль сапель, эль сапель. Его зовут, ее зовут. Здесь глагол апель используется без местоимения с в начале и переводится как звать кого-то. Мадам Латур зовет кота, которого зовут мистегри. Иль сапель, его зовут. Эль апель, лёша. Она его зовет. Она обращается к нему. И вот здесь также вспоминаем повелительное наклонение глагола первой группы арете. Прекращать, останавливаться. Здесь глагол стоит в повелительном наклонении и переводится как остановись, прекрати, арет. Теперь давайте попрактикуем аудирование. Как всегда я буду читать, а вы, ориентируясь только на слух, повторяйте за мной. Начинаем. Le chat court sous la table, sur la table, sur la fenêtre. Мадам Латур appelle le chat. Мистегри, arrête, dit Мадам Латур. И мы переходим к последнему фрагменту текста. Начинаем. Зют. Черт. Le vase de Madam Latour roule par terre. Ваза Мадам Латур катится по земле, по полу. Ки кяс ль ваз? Кто разбивает вазу? Се мистегри, ки кяс ль ваз? Это мистегри. Кто разбивает вазу? Вазу разбивает мистегри. Мадам Латур est triste. Мадам Латур печальная, грустная. Mais elle ne punit pas le chat. Но она не наказывает кота. Эль ди. Мистегри est tout petit. Она говорит. Мистегри совсем маленький. Совершенно маленький. Ильжу. Он играет. Се натюрель. Это естественно. Давайте поговорим о произношении этого фрагмента. Во-первых, обратите внимание на произношение нового для нас слова «зют», которое является междометием. Антержексен. И переводится как «черт», «блин». И используется для выражения досады или неприятного удивления, например. Мы знаем, что обычно конечное «т» во французском языке не произносится, но данное слово является исключением. И да, это слово не является ругательством. Можете смело его употреблять. Хотя, конечно, это слово относится к неформальному регистру речи. Далее, вот в этом предложении мы знакомимся с очень полезным и очень употребительным так называемым выделительным оборотом «сэ-ки», который используется, когда необходимо выделить, подчеркнуть, в нашем случае подлежащее. Кто разбивает вазу? «Мисти-гри» разбивает вазу. Именно он разбивает вазу. Никто иной, как «мисти-гри». Вот какую функцию выполняет данный оборот. Строится он с помощью оборота «сэ» и относительного местоимения «ки», которые обрамляют элемент, подлежащий выделению. В данном случае «мисти-гри». Кроме того, у данного оборота есть своя характерная интонация. Когда мы его используем, наша интонация повышается на последнем слоге выделяемого объекта перед местоимением «ки». Затем, примерно с той же самой высоты, голос опускается на последнем слоге предложения. Звучит это так. «Сэ-мисти-гри-ки-кэ-с-лё-ваз». «Сэ-мисти-гри-ки-кэ-с-лё-ваз». Ну и, конечно, не забываем про сцепление. Хотя в этом месте оно факультативно, потому что соединяет две ритмические группы. Мы говорили, что сцепление на стыке ритмических групп факультативно. Поэтому, если вы говорите медленно, вы можете вот здесь сделать паузу. Затем вот здесь мы сделали связывание. Немая конечная «с» в изолированном произношении «мэ» начинает звучать согласно правилам чтения, когда за ней следует слово, начинающееся с гласной буквы в рамках одной ритмической группы. И мы прочитали этот фрагмент «мэ-зэль-ле». «Мэ-зэль-ле-пю-ни-палю-ша». Но и здесь тоже связывание факультативно, необязательно. Чаще всего в разговорной речи после слова «мэ» связывание не делается. Поэтому этот фрагмент можно прочитать и как «мэ-эль». «Мэ-эль-пю-ни-палю-ша». А вот здесь мы делаем голосовое сцепление. «Мэ-эль-пю-ти-палю-ни-палю-ни-палю-ни». Теперь поговорим о лексике и грамматике. Во втором предложении мы встречаем новый для нас глагол «руле», глагол первой группы, который здесь используется в значении «катиться». Далее выражение «пахтер», которое переводится как «на земле», «на полу», «по земле», «по полу». Нам знакомо это выражение из театра и из спортивных единоборств. В театре партер – это самый нижний этаж зрительного зала, а в борьбе партер – это когда противники находятся в горизонтальном положении. Еще один новый глагол – пюни, эль пюни. В инфинитиве данный глагол имеет форму пюнир и эр на конце. И вы можете подумать, что это глагол третьей группы, потому что он напоминает глагол партир, курир, который мы видели чуть ранее. Тоже в третьем лице единственного числа у него непроизносимое «т» на конце. В инфинитиве он имеет и эр на конце. Но на самом деле данный глагол относится к глаголам второй группы. В нашем курсе для начинающих мы будем лишь эпизодически встречать глаголы второй группы. Для нас, для начинающих, гораздо важнее знать употребление более частотных и важных глаголов первой и третьей групп. Сейчас я лишь вкратце скажу вам, что глаголы второй группы в инфинитиве, так же как и многие глаголы третьей группы, оканчиваются на –и-эр, но их уникальной, отличительной характеристикой является наличие суффикса –с в формах множественного числа. И этот суффикс –с произносится как –с. Например, «она наказывает» будет «эль пюни», «вы наказываете» будет «ву пюнисе» с двумя «с». Этим глаголы второй группы отличаются от глаголов других групп. Вот этим суффиксом –с в формах множественного числа. А вообще в курсе lefrancet.ru глаголы второй группы изучаются на уровне А2. Итак, «мезель но пюнипалёша» – «но она не наказывает кота». А здесь мы снова видим «ту». Скажите мне, пожалуйста, какой частью речи здесь оно является? О каком слове «ту» сообщает дополнительную информацию? О слове «пюти» – о прилагательном. Поэтому, согласно определению, здесь слово «ту» выступает в качестве наречия. Мистегри – совсем маленький. Еще один новый глагол «жу» – «он играет». Это глагол первой группы, но нам, чтобы произнести его инфинитив, нужно дождаться следующего урока. Пока заучиваем его в третьем лице – «ильжу». «Он играет». И, наконец, последнее наше новое слово – это прилагательное «натюрель», которое переводится как «естественный», «натуральный», «природный». Но в данном случае на русский язык мы перевели его наречием «естественно». Это естественно. Это нормально. «Це натюрель». Теперь давайте произнесем предложение этого фрагмента без опоры на текст. Начинаем. «Зюд». «Ки кассе ле вазе?» «Ки кассе ле вазе?» «Се Мистегри – ки кассе ле вазе». «Мадам ле вазе ле вазе?» «Мэз эль не пуни па ле ша». «Эль ди...» «Мистегри – это пу-пу-ти». «Ильжу». «Се натюрель». Теперь поговорим о грамматике. Итак, во французском языке определенный артикль единственного числа имеет следующие формы. «Лё», «Ля», а также усеченную форму «Лё апостроф». При этом определенный артикль «Лё» ставится перед существительными единственного числа мужского рода. Определенный артикль «Ля» ставится перед существительными женского рода единственного числа. А усеченный артикль «Лё апостроф» ставится перед существительными обоих родов, если они начинаются с гласный или немой «Аш». Например, слово «ваза» во французском языке является существительным мужского рода. Поэтому, когда необходимо использовать определенный артикль, мы говорим «Лё ваза». Слово «Актер», «Актер» во французском языке мужского рода, но поскольку оно начинается с гласной буквы «А», то определенный артикль «Лё» принимает усеченную форму «Лё». И читается все это как «Ляктер». Буква «М» в скобках рядом со словом показывает, что данное существительное мужского рода. Еще раз. В ситуациях, когда необходимо использовать определенный артикль, мы смотрим, какой род и число имеет наше существительное. Если это существительное мужского рода единственного числа, и оно начинается на согласную букву, то мы используем «Лё». Если же это существительное мужского рода начинается на гласную букву, то мы должны использовать усеченную версию данного артикля. И мы получаем «Лё ваза», «Ляктер». И для сравнения давайте посмотрим на слова женского рода. Например, «тас», «чашка», начинается с согласной буквы, поэтому мы используем определенный артикль женского рода единственного числа «Ля». А вот слово «актрис», «актриса», тоже женского рода, но поскольку оно начинается с гласной буквы, то мы снова должны использовать усеченную версию артикля «Ля», который выглядит точно так же, как усеченная версия артикля «Лё». И мы получаем «Ляктрис». Буква «Ф» в скобках означает, что данное слово женского рода. И пару слов о том, когда необходимо использовать определенный артикль. Здесь пока ничего нового я вам сказать не могу. Вы прекрасно знаете, что определенный артикль ставится перед словами определенными, либо контекстом, либо ситуацией. Например, «жиль ашетюнь шомизы». В первом предложении мы вводим новую информацию. Шомиз, рубашка. Мы можем представить, что ранее мы о ней не говорили. Мы говорили о «жиле», например. И вот сообщаем, что «жиль» покупает рубашку. Слово «рубашка» женского рода, поэтому мы используем неопределенный артикль женского рода «юн». «Новая информация» упоминается впервые. После этого мы продолжаем о ней говорить. И теперь нам нужно показать, что мы продолжаем говорить именно о той самой рубашке, которую мы ввели в первом предложении. Нам нужно показать, что вот эта рубашка и вот эта рубашка – это одна и та же рубашка, а не какая-то еще одна новая рубашка. Для того, чтобы показать, что вот эта рубашка является той самой рубашкой, о которой мы завели разговор в первом предложении, мы должны сопроводить слово «шомиз» определенным артиклем. И поскольку слово «шомиз» начинается с согласной буквы, мы используем форму «ля». «Ля шомизе беле». И в этом предложении слово «шомиз» определено контекстом. Теперь, допустим, Жиль собирается на работу и никак не может найти свою рубашку. Ту самую рубашку, которую обычно он надевает на работу. И он спрашивает у жены. «Уй ля шми из?» Из самой структуры этого вопроса мы понимаем, что оба участника разговора понимают, о какой рубашке идет речь. Здесь определенность обусловлена ситуацией. Вы просто не станете задавать такой вопрос, если ни вы, ни ваш собеседник не понимаете, о какой рубашке идет речь. Сама ситуация диктует вам использование определенного артикля. Конечно, Жиль может ошибочно думать, что жена понимает, о какой рубашке он говорит. Он может спросить этот вопрос, а жена ему может ответить, о какой рубашке ты говоришь, я не понимаю. Конечно, это тоже возможно. Но в голове Жиля эта рубашка определена. Поэтому он строит этот вопрос с определенным артиклем. А жена, например, ему отвечает. «Она на стуле у окна». Поскольку Жиль с женой живут в одной квартире, то для них совершенно очевидно, о каком стуле и окне идет речь. Здесь тоже «шезь», «фенэтр» определены ситуацией. Теперь давайте поговорим об указательных местоименных прилагательных. Указательные местоименные прилагательные имеют следующие формы. В мужском роде «с» и «сэт» перед гласными и немой «аш». Указательная местоименная прилагательная женского рода имеет форму «сэт». И все это в единственном числе. Например, «эта ваза» будет «сэ-ваза». Мужской род – единственное число. Слово начинается с согласной, поэтому используем форму «сэ». «Сэ-ваза». «Этот дерево» будет «сэт-арбр». Слово «арбр» во французском является словом мужского рода. Начинается оно с гласной буквы, поэтому мы должны использовать вот эту форму. «Этот дерево» – «сэт-арбр». А вот если мы хотим сказать «эта чашка», мы должны использовать форму женского рода. «Сэтэтас». Далее местоимение «ту» на русский язык переводится как «всё» может быть и подлежащим, и дополнением. Например, «тута сюрля табля» – «всё на столе». Местоимение «ту» выступает в качестве подлежащего. Или, например, «жак ди ту асафам». Жак говорит «всё» своей жене. Здесь «ту» является дополнением. Наречие «ту» совсем, совершенно, полностью ставится либо перед прилагательным, либо перед другим наречием. Например, «лё шай ту пюти». Здесь наречие «ту» стоит перед прилагательным «пюти» – «код совсем, совершенно маленький». А в предложении «сэтупхэ» наречие «ту» стоит перед другим наречием «пхэ» – «рядом», «близко». И всё предложение переводится как «это совсем близко». «Это совсем рядом». Оборот «сэ ки», как мы уже говорили, используется для логического выделения. Например, «сэ папа кива кянна». По-русски мы можем сделать выделение либо порядком слов «в каны едет папа», либо интонацией «папа едет в каны», либо с помощью дополнительных слов, таких как, например, «именно». «Именно папа едет в каны». Очень часто этот оборот служит в качестве ответа на вопрос «ки». Например, «ки кяс лю ваза» – «кто разбивает вазу?» «Сэ лю пюти ша ки кяс лю ваза» – «вазу разбивает котёнок». И наш урок подходит к концу. Надеюсь, он вам был интересен и полезен. Пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Удачи и пока!